КОНСЕРВЫ Во время съемок фильма мы открыли десятки банок консервированного горошка, кукурузы, сгущенки, тушенки и паштетов. Аверис, Зеленый Великан, Русь, Карада, Казачьи Разносолы или Хами. Почему даже производители не могут узнать свой горошек на вкус? Я знаю точно, вот это я не буду пробовать. Почему? Ну, потому что это не мой. Каждый день. Балена, Казачьи Разносолы и Карада. Эта кукуруза не понравилась участникам народной дегустации. А какая кукуруза самая вкусная? Тушенка Гепар, Семейный бюджет, Ямское подворье, Дон Густа, консервы Еленского и Скопинского комбинатов. Где больше мяса? Всего час, и вы узнаете, какой консервированный горошек лучше покупать. Как отличить самую мясную тушенку по коду на банке? Что должно быть написано на этикетке натуральной сгущенки и сколько фасоли в томатном соусе? Семейный бюджет, Ямское подворье. Сгущенка. Вкус любимый с детства. Сладкая, тягучая, из настоящего молока и сахара. Ее можно намазывать на хлеб, размешивать в чае, а пока родители не видят, черпать ложками прямо из банки. Мы решили отыскать на прилавках современных супермаркетов ту самую сгущенку из детства. Сначала мы хотели устроить народную дегустацию сгущенного молока, но потом решили, что она будет необъективной. Ведь в детстве и деревья были большими, и сгущенка сладкая. Все равно она будет казаться лучше современной. Поэтому мы отправили в магазин за сгущенкой медвежонка Тошу. Тоша. Бурый медведь. Возраст 6 месяцев. Как и Винни-Пух, больше всего на свете любит мед и сгущенное молоко. На ужин может уговорить пол-литра сгущенки. Сладкая ешка изумительная, конечно. Давайте. Сгущенка у него по идее самая любимая лакомство. Бывают моменты, когда требуется отвлечь его на что-то. Вот в этих случаях я, в принципе, беру сгущенку. Несмотря на то, что Тоша жуткий сластен, он ест не всякую сгущенку, а лишь ту, в которой есть только молоко и сахар. Берем с полки несколько банок сгущенки. Наливаем в 5 тарелочек. Ну и как? Хорошо? Хорошо? Вкусно, нет? Вкусно? Вкусно? Не оторваться, да? Не оторваться. Первые 4 образца сгущенки Тоша съел за 5 минут. Даже в азарте вскарабкался на стол. А вот эта тоже хороша? Ну-ка, а здесь как? Нормально? А вот пятый образец сгущенного молока Тоши пришелся не по вкусу. То ли с этой сгущенкой что-то не так, то ли Мишка уже просто объелся. Четыре чашки съел, ни капли не оставил. Последняя чашка, ее не с таким учетзиастом, конечно. Что-то там не так, наверное. Все сгущенку, которую Тоша пробовал в магазине, мы сдали на анализ лабораторию. Что показала экспертиза, вы узнаете в конце фильма. Горошек в банках. Есть из России, а есть из Венгрии, Молдовы, США и даже из Китая. Все знают, самый вкусный горошек должен быть мягким, буквально таять во рту. Но как его найти? В сказке Андерсона настоящих принцесс испытывают с помощью горошин. Мы решили сделать наоборот. Проверить настоящий горошек с помощью принцессы. А где тут горох? А что, где горох? Пока наша вредная принцесса капризничает, готовим ей перину. Под нее подкладываем три горошины из разных банок. Нашей принцессе на горошинах не спится. Посмотрим, что же случилось с горохом. Все горошины в смятку. Видимо, принцессы нынче пошли не те. Они перестали быть хрупкими барышнями. И раздавят любую горошину, хоть твердую, хоть мягкую. Горошек, на котором спала принцесса, мы отнесли в Университет пищевых производств. Здесь не лежали на горошинах, а пробовали их на вкус. Горошек, вот зеленый горошек, да, когда вы покупаете, в одном случае он производится из свежего горошка. И в этом случае это потрясающий по вкусу, мягкий, ароматный, тающий во рту, лопающийся горошек. А в другом случае вы получаете некий твердый продукт, который называется «попробуй разгрызи». В одном случае это произведено из обычного горошка, а в другом случае из сушеного зеленого горошка. Здесь его размачивают, размачивают, фасуют банки и продают. Вот в этом случае горошек получается достаточно жестким. Давайте посмотрим на дату производства. Мягкий горошек сделан в июле в Краснодарском крае. Это значит, что в банках свежий горох. А вот тот, который показался экспертом жестким. Его сделали в конце декабря. Это значит, что в банках лежит сухой, или по-научному, сублимированный горошек. Посмотрите на дату изготовления. Если дата изготовления – это лето, ну, когда горошек растет, это понятно. Если вы видите дату изготовления 30-го, 10-го, 2012-го, но нет зеленого горошка уже. Это может быть только сушеный горошек. Он совсем другой по вкусу, по аромату. И он будет очень слабо напоминать настоящий горошек. Перед покупкой консервированного горошка посмотрите на дату производства. Помните, самый вкусный горошек сделан летом. А продукт, расфасованный зимой, осенью или ранней весной, делают из сухого гороха. Но производители утверждают. Дело не в том, когда горошек собрали, а в том, кто его расфасовал. У нашего горошка уникальный вкус, скажут в любой компании. Значит, по вкусу они вполне могут отличить свой горошек от чужого. Проверим. Крупная выставка продуктов питания. Здесь собрались производители консервов. Сначала просим у каждого по баночке консервированного горошка. Мы специально не стали покупать горошек в магазине. Вдруг нарвемся на подделку. Баночку гороха просто попробовать. Спасибо большое. У меня уже целая коллекция. Спасибо большое. Вот наш улов. Вирес, зеленый великан, Русь, Карада, казачьи разносолы и Хами. Открываем банки и перекладываем каждый в отдельную тарелочку, так, чтобы производители видели только сам продукт. Чтобы не запутаться под каждую тарелочку, кладем шпаргалку. Где чай горошек? Начинаем дегустацию. Прома! Ты будешь горошек? Горошек будешь? Привет! Горошек! Горошек! Спасибо! Я бы с удовольствием варку. Я питаюсь только электричеством. Первый участник дегустации фирма Карада. Производитель свой горошек не признал. Даже пробовать побоялся. Я знаю точно, вот это я не буду пробовать. Почему? Ну, потому что это не мой. По цвету, да? А расскажите, почему это не ваш? Качество самого горошка, я уверен, что он сублимированный. Это чисто сублимат, это тушная продукция. То есть сублимированный это из сухого гороха, да? Да, сухого гороха. А первый вы даже пробовать не будете? Нет, даже пробовать не буду. Ну, смотрите, я ничего не подгадывала. Первый образец Токарада. С ума сойти, это, наверное, подделка. Следующий участник – казачьи разносолы. За свой горох представитель компании признал продукт от хамя. Я думаю, что вот это. А как, вот прям сразу на глаз? Он опытный менеджер, но это на вид. А расскажите тогда, почему? А можно посмотреть? Нет, пока нельзя. Расскажите сначала, почему это и ваша? Потому что я знаю свою продукцию, ну, похоже, что вот такой наш горошек. А по вкусу вы считаете, что все-таки третий? К какому вы склоняетесь в итоге? Скорее всего, к этому просто. К третьему, да? Ну, на самом деле, ничего не придумывая, казачьи разносолы – это образец номер четыре. Представитель фирмы «Русь» тоже решил, что их горошек под номером три. На самом деле, это опять хамя. Какой-то один давайте. Вы же похож на этот наш? Что это третий, да? Да, я так думаю. Ну, открою вам тайну, что ваш горох был вторым. А вот представители компании «Хами» свой горошек не признали. Да, да, пусть будет третий. Второй? Да. Номер ту – это «Русь». Осталось два образца и еще две попытки. Идем к компании «Верес». По традиции, производители не узнали свой горох. Давайте вот этот. Все-таки вот этот, да? Номер четыре. Ну, а что у нас там под номером четыре? Казачьи разносолы. Сотрудники компании «Зеленый великан» решили даже не рисковать. То есть пробовать вы боитесь? Я не боюсь пробовать. Я могу попробовать все, но я вам не скажу, какой из этих горошек наш. А почему? То есть вы не знаете продукцию, которую продаете? Ну, как вам сказать? Я горох не ем, поэтому я к ним равнодушен. Ни один из представителей фирмы не смог узнать свой собственный продукт. Это значит, что выбирая горошек, не надо ориентироваться на бренд, а брать тот, который произведен в России и расфасован летом. Как это советует среда обитания. От 70 до 140 рублей. Столько сегодня стоит банка мясных консервов. Но мы нашли место, где их продают в буквальном смысле слова за копейки. Рынок Выхина. Смотрите. На прилавках лежит тушенка всего по 20 рублей за банку. Даже отпускная оптовая цена завода выше. Неужели продавцы работают себе в убыток? Покупаем банку тушенки. Что-то здесь не так. В некоторых местах металл проржавел. Есть подтеки. И этикетка помята и испачкана. Смотрим срок годности. Истек год назад. Нам продали просроченную тушенку. То есть на рынке совершенно открыто торгуют просрочкой. Чтобы разобраться в ситуации и убрать испорченные консервы с прилавков, мы пришли сюда с общественной организацией «Хрюши против». «Хрюши против» занимаются борьбой с просроченной продукцией. Проверили все московские рынки и почти все супермаркеты. Закрыли уже три магазина. Возвчера мы купили у вас банку тушенки. Вот она, вижу, у вас. Думали, недорогая, может, будет вкусная. Она, оказывается, больше как год, как просрочена. А камни зачем прошли? А почему вы продаете просроченные продукты на своих прилавках? Это к директору. К директору? Да. Кто вам товар поставляет? Да. А вы сами не знаете, что это просрочка, да? Не видите, что это просрочка? Не видит ли продавать такой товар? Вот, посмотрите. Еще одна банка на прилавке. Тоже в девятом году произведена. Годен в течение двух лет. С появлением нашей камеры рынок преображается. Продавцы начинают закрывать торговые точки и делать вид, что их тут не стояло. И все продают просрочку? А с какой, кстати, вы знаете, что это разрешение федерального закона о защите прав потребителей? Девушка, я закрываю. Я закрываю, девушка. Когда мы к вам подошли, вы сразу закрываете, у вас покупатели здесь стоят, если что. Они стоят. Я покупатель. Девушка, я закрываю. Дайте нам книгу палку твою. Девушка, пройдите, я закрываю. Куда пройдите? Внутрь? Нет. Не закрывайте. Не закрывайте. Что, он стыдно? Дайте, пожалуйста, книгу залогу. Девушка, пройдите, я закрываю. Сейчас, а к администрации. Мы решили последовать совету и обратились к администрации рынка. Здесь нас с распростертыми объятиями встретили охранники. Девушка, пройдите, пройдите, все мои заработки. Ладно, я просрочку. Давайте, убирайте. Все, вы стоите. Администрация, позовите. Через час к нам наконец-таки вышел санитарный врач. Вместе с ней мы пошли к прилавкам с просрочкой. Но в это время рынок в буквальном смысле слова вымер. Сейчас они придут. Они испугались, закрыли, убежали. Они просто испугались. Я не знаю, что они испугались. Почему они убежали? Нет, ну они же давно уже просрочкой торгуют. Мы простояли на рынке два часа. Но никто из продавцов просроченной тушенки так и не появился. Ничего страшного. Тогда мы придем еще раз. Чем закончился наш второй визит на рынок, вы увидите через 10 минут. Консервы. Сколько они вообще могут храниться? Мы нашли удивительного человека. Он пробовал консервы, пролежавшие больше 70 лет. При этом жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Дмитрий Шпаро, путешественник. Руководитель первой в истории экспедиции на лыжах к Северному полюсу. Участвовал в экспедиции по поиску склада консервов, заложенного в 1900 году российским полярным исследователем Эдуардом Толем. Одна из задач была такая – найти склад продуктов Эдуарда Васильевича Толя. Он написал в отдельной из дней, что вот мы закопали такое-то депо, такие-то продукты, все эти продукты были перечислены. И дальше из текста было понятно, что конкретно этим депо он не воспользовался. Вот этот склад, знаешь, мы решили найти в 1973 году летом. Участники экспедиции откопали в том числе 48 жестяных банок щей с мясом. Я участвовал в дегустации одной банки. То есть одну банку открыли, ну и, грубо говоря, съели при мне. И я был вот среди тех, кто ее съел. Продукт хорошо пах, был визуально очень приятный. Ну вот, как будто свежее мясо вообще. Ну вот, и по вкусу тоже. Я не берусь сейчас описать, какой это вкус был. Но если бы, например, положила мне жена в тарелку такой продукт, вот вечером, когда я прихожу с работы и ужинаю, ну я съел бы и все. Мы угостили Дмитрия Игоревича тушенкой 21 века. И попросили сравнить ее вкус с теми консервами, которые больше 70 лет пролежали в вечной мерзлоте. Говядина тушеная, высший сорт. Масса всяких, у нас есть картинок, медали. Так, сейчас попробую. Перченая. Масса всяких примесей. Вкусы мяса не чувствуется. Совсем какой-то другой вкус. Дмитрий Игоревич пробовал шесть разных тушенок. Но ни одна из них, по его мнению, не сравнится с консервами 1900 года. Разница не только во вкусе. Современные консервы не могут пролежать 100 лет. Вернее, могли бы. Но только если в вашем холодильнике была бы вечная мерзлота. Но это вряд ли возможно. Поэтому срок годности тушенки 21 века всего 5 лет. Потом консервы портятся. В результате разрушения происходит, а, попадание продуктов, разрушение этого лака, металла в консервы, раз. Образуются микропоры, через которые могут попадать микроорганизмы, в том числе и смертельно опасные. Ну и, наконец, третий. Это происходит окисление самого продукта в консервированных продуктах. В результате это, ну, получается, тоже вещества, которые нарушают деятельность тех или иных органов и системы человека. Многие думают, что консервы в открытой жестяной банке хранить нельзя. Их надо тут же перекладывать в другую посуду. Иначе продукт испортится. Это не так. Однако открытые рыбные и мясные консервы все равно портятся за сутки. В любой посуде. Напомним, мы купили просроченные консервы на рынке Выхина. Когда мы пришли сюда с камерой, торговые точки закрыли прямо перед нашим носом. Мы потребовали, чтобы администрация убрала всю просрочку с рынка. За то, что они продавали просроченные продукты, они каким-то образом они вообще понесут наказание? Ну, административные, да. Они лишатся продукции этой. А штраф? Да, это администрация. А сколько штрафы? Это к администрации вопроса. Ну, вот, вот, видите, за двадцать. А этого нет уже, девушка. А, нет, а можно взять, нет? Нет, светление не продается. А есть тут продавец? Вы знаете? Есть. А вот. Да, там хорошие. Нет. Вот это у вас хорошее. Мы пришли через два дня после нашей акции на этот жирят рынка и видим, что все здесь продукты соответствуют сроку годности. После нашей акции администрация рынка изъяла всю просрочку с прилавков. Сейчас ее будут уничтожать. Изъятая просроченная продукция подлежит генатурации и утилизации в пищевой контейнер рынка. Вскрывается каждая упаковка продукции, заливается белизной. То есть производится генатурация белка. Старший администратор рынка и санитарный врач обещают нам, что просроченной продукции не будет и через неделю, и через месяц. Мы люди доверчивые. Мы доверяем, но проверяем. Через три дня приходим снова. Без предупреждения. Попробуем купить консервы. Мы изымали много, когда была первая ваша проверка. Завтра будем изымать. То есть каждый день мы что-то изымаем. Программа «Среда обитания» этот рынок в покое не оставит. Мы придем еще раз. И через месяц, и через два. Добьемся того, чтобы просроченные консервы тут не продавали. Перед покупкой тушенки постучите по крышке банки. Вот так. Глухой звук – первый повод насторожиться. Значит, в банке много воздуха и, соответственно, вредных бактерий. Внимательно осмотрите саму банку. На ней не должно быть ржавчины, потемнений и вмятин. Кукуруза. Царица полей. Сегодня кукуруза стала царицей овощных консервов. По статистике, мы покупаем ее даже чаще, чем горошек. На этикетках написано «Кукуруза сладкая, сахарная, отборная». Цены – от 30 до 70 рублей за банку. Мы решили найти самую вкусную и сладкую кукурузу. Покупаем 7 банок от разных производителей и устраиваем народную дегустацию. Посетители торгового центра попробуют все 7 образцов и выберут тот, который им больше понравится. Условия такие. Каждый может проголосовать только за одного производителя. Для наглядности участники дегустации будут класть в корзину перед понравившимся образцом початок кукурузы. Через час мы посчитаем, сколько початков в каждой корзинке и составим рейтинг кукурузы от среды обитания. Подходите к нам кукурузу кушать, бесплатно накормим, все попробуйте. Подходите, расскажите нам свое мнение. Положишь первый нам образец? Клади в корзиночку. Дегустация подходит к концу. Смотрите, в 4 корзинах у нас нет ни одного початка. Никому из участников дегустации не понравилась кукуруза сахарная каждый день и балена из Китая. Казачьи разносолы из России и карада из Сербии. Мне не нравится вообще. Два свежих початка заработала кукуруза «Зеленый великан» производства Франции. Я выберу из Саня. Действительно, они нормальные. Вот четвертый и шестой. На втором месте нашего рейтинга кукуруза «Грядка удачи» из Венгрии. Она получила 6 початков. Номер 4. Так, выглядит, по крайней мере, зубоваримо, приличнее всех. Ну, все посмотрим, какой он будет. Вот за это можно проголосовать. Кукуруза «Глобус» из Краснодарского края получила первое место и 7 баллов. А вернее, 7 початков. На крышке любой банки консервов всегда выбит целый ряд букв и цифр. Что это означает? Чтобы разгадать этот код, мы обратились за помощью к профессиональным криптографам. Эти люди каждый день расшифровывают многозначные коды и шифры. Правда, мы умолчали о том, что этот код выбит на банке с тушенкой. Очень интересный код. Похоже, здесь используются цифры и буквы. При этом буквы используются как разделители блоков цифр. Так, 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 так. Так, у нас, значит, 243, 10, 12, 12, 250. Подсказка в студию. Вот консервная банка, с которой переписаны секретные буквы и цифры. Может быть, это поможет Роману разобраться. А, ну, 10, 12, 12, это стало быть код выпуска, очевидно, то есть 12 декабря. Даже профессиональный криптограф не справился с задачей. Сможет ли тогда решить ее обычный покупатель в магазине? Вряд ли. Расшифровать таинственные послания производителя могут только сами сотрудники научно-исследовательского института мясной промышленности. Первый ряд – это обязательно шесть цифр. Шесть цифр. Первая – это дата. Следующие две цифры – это месяц. И последние две цифры – это последние две цифры года выпуска. А второй ряд, если мы будем смотреть, то здесь может стоять в начале цифра 1 или 2. Или если у предприятия есть 3, то будет стоять цифра 3. Это номер смены. Не бойтесь, не обязательно запоминать все эти буквы и цифры. Но именно с помощью этого кода вы можете отличить поддельные консервы. Вот тут в первой строке всегда есть шесть цифр. Это дата производства продукта. Она есть и на поддельных, и на настоящих консервах. А вот в остальных цифрах производители фальсификата тоже толком не разбираются. Поэтому следующую строку смотрим внимательно. Первая цифра – номер смены. Как правило, их две или три. Помните, если на банке нет номера смены, то консервы, скорее всего, поддельные. Смотрим дальше. Через интервал в этой же строчке – ассортиментный номер. Для тушенки это цифры 0-1. Точно такой же телефон у пожарной охраны. Горит? Звоните 0-1. Если на мясных консервах видите телефон полиции 0-2 или скорой 0-3, то это фальсификат. В следующей строке есть буква. Она вам тоже пригодится. Буква обозначает индекс отрасли. М – молоко, Р – рыба, но А – мясо. Посмотрите, какая буква стоит на банке консервов – А, М или Р. Помните, она должна соответствовать названию продукта на банке. Если на консервах стоит, к примеру, буква «Р», а внутри лежит мясо, значит, перед вами подделка. На баночке этих консервов стояла буква «А». Однако внутри вместо мяса лежала протухшая горбуша. Такой продукт делали в подпольном цехе, который закрыли оперативники Владивостока. 6,5 тонн крыминтая, 750 килограммов икры макруруса и 24 тонны свежемороженой горбуши. Все эти продукты уже были испорчены. Но из них здесь делали консервы. Также хочу отметить, что в этом цеху наблюдалась сильная антисанитария. Рыбные отходы хранились, грубо говоря, в одном месте, неподалеку от продукции, которая предназначалась для закатывания в консервные банки. Это были рыбные отходы, там стояла несусветная вонь. В нескольких метрах от стола, где разделываются продукты для консервов, свалены гниющие рыбные отходы, мутные разводы на полу. Из мешков с отходами вытекает жидкость, а из-за запаха находиться в помещении невозможно. Вся продукция была изъята и уничтожена. Фасоль в томате Тефтели в томате Языки свиные в соусе С одной стороны, это почти готовые блюда. Разогрел и можно есть. С другой, именно такой рецепт позволяет производителям сэкономить. Например, класть в баночку меньше продукта и доверху заливать соусом. Проблема в том, что только дома вы сможете открыть банку и посмотреть, что находится внутри. Мы решили сделать это за вас. Общежитие МГУ Мы пришли к самым большим любителям консервов. Какое тебе самое любимое блюдо из фасоли? Фасоль в томатном соусе. Студенты Средние стипендии в университете 3-4 тысячи рублей. Лекции и семинары с утра до вечера. Времени и денег на готовку в обрез. Вот и приходится перебиваться едой в банках. Сегодня у нас в меню фасоль, консервированная в томате. Берем одинаковые по размеру банки трех разных производителей. Что-то у меня странное. О, у Санякова вообще крутая, смотри. Вообще-то смотри, у меня такая жидкости больше, чем фасоль. Коричневое такое, что-то вообще она есть. Перед тем, как поужинать, Саша, Алеша и Юра посчитают, сколько кому досталось фасоли. Итак, время пошло. У меня уже почти 40 у вас. У меня 31. Санюк, впереди пока. 25. Через две минуты после старта счет заканчивает Алеша. В его банке оказалось 177 фасоли. 175. 176. 177. Ну все, ребят, похоже, я первый. Следующий Юра. Он насчитал вдвое больше. 365 фасоли. А вот у Саши счет перевалил за 400. Почему в одинаковых банках разное количество фасоли? Там идет весовой критерий. То есть не по количеству, не по штучкам, а по весу. Но вы должны понимать, что очень часто вы столкнетесь просто с недовложением. То есть, ну, например, написано на банке при массе 420 грамм, например, написано 380 грамм бобовых. Вот при оценке вы можете столкнуться и 320 грамм, и меньше. То есть просто недовложение идет. Это очень серьезное нарушение, но, к сожалению, у многих производителей оно присутствует. Узнать, в какой банке много фасоли, можно еще в магазине. Перед покупкой потрясите банку. Если слышен вот такой булькающий звук, в банке больше соуса и воды, чем фасоли. И еще один момент. На банках с консервированными овощами есть сразу несколько обозначений веса. Объем, масса нетто и вес в сухом остатке, или доля основного продукта. Последний показатель, самое главное. Желательно, чтобы доля основного продукта была не меньше 80%. Соус. На этикетках банок фасоли написано «В томатном соусе». Но есть ли там хоть один томат? Чтобы это узнать, мы отнесли 5 разных соусов в лабораторию. Оказалось, никаких правил, предписывающих, сколько должно быть томатов в соусе, не существует. Каждый изготовитель разрабатывает собственную рецептуру, которая фиксируется в виде документа, называемым техническими условиями. При этом, еще раз, количество томатной пасты, которая содержится в рецептуре соуса, не предписывается. Соответственно, оно может быть различным. В лаборатории для нас составили рейтинг томатных заливок для фасоли по содержанию томатов. На первом месте находится продукт с товарным знаком «Росанна». Здесь мы определили так называемую удельную долю томатной пасты 37 сотых граммов 100 граммов сухих веществ. На втором месте продукт, товарный знак «Бендуэль». На третьем месте продукт с товарным знаком «Грядка удачи». Второе и третье образцы содержат примерно равное количество томатной пасты в томатном соусе. И на четвертом месте продукт с товарным знаком «Хайнс». По словам экспертов, узнать, сколько помидоров для изготовления соуса использовал производитель, можно и дома. Одну ложку соуса вылейте на белую тарелку. Чем ближе ее цвет к ярко-красному, тем больше томатов использовано. Как правило, производитель не использует красители. Это слишком дорого. Иногда на наш стол попадают консервы, которые бог знает, сколько времени пролежали на складе. Можно ли их есть? На самом деле это консерва из-за краммов родины. Запасы Росрезерва обновляются за некоторое время до окончания срока годности. Такая тушенка поступает в продажу в обычные магазины. Если говорить о консервах мясных говядина тушеной, то у них срок хранения от 3 до 5 лет. Если, допустим, молочные консервы, сгущенка, молоко цельное сгущенное с сахаром, то где-то порядка года. Консервы рыбные хранятся около двух лет. Все об этом месте знают только три человека в стране. Президент, премьер-министр и руководитель федерального агентства по государственным резервам. А Росрезерв – часть системы национальной безопасности. Закрома родины. Места расположения хранилища от резервов являются государственной тайной. 125 метров. Высота 45-этажного дома. Именно на такой глубине расположены секретные закрома родины. Они не пострадают даже в случае ядерной войны. Существует также метод хранения в естественных условиях на какой-то глубине под землей, где климатические условия стационарны в течение длительного периода времени. Выбирая нужный уровень горизонта по глубине, мы можем подобрать ту температуру, которая является оптимальной для хранения изделий, в том числе и консервов. Внутри шахты выглядят вот так. Они напоминают подземный тоннель метро. Их протяженность может достигать несколько километров. Все, что хранится в закромах родины, соответствует ГОСТу. Рецептуру для консервов Росрезерва разрабатывают в единственном в Европе научно-исследовательском институте проблем хранения. Бульон может быть от желтого до светло-коричневого цвета. Допускается небольшое количество взвеси. Далее открывается баночка. И аккуратненько мясо выкладывается на тарелочку. Кусочки. Более 30 грамм каждый, в основном. Более 30 грамм. Никакой соединительной ткани, никаких кровеносных сосудов, лимфатических узлов. Запах приятный. Пряностями, специями, лавром, листом пахнет. Это эталон. Именно такой, по идее, должна быть настоящая тушенка. Так что купить тушенку, пролежавшую на складах Росрезерва, большая удача. Правда, как ее опознать, специалисты не говорят. Оказывается, это тоже государственная тайна. Мы не можем разглашать гостайну. Зато мы знаем, по какому госту их делают. Посмотрите на этикетку консервов. Вот здесь, сбоку, обычно написаны аббревиатуры ГОСТ или ТУ. ГОСТ — это государственный стандарт. Он гарантирует, например, что мясо в консервах будет не меньше 58%. С ТУ — другая ситуация. Технические условия каждый производитель разрабатывает сам. Баночка ПТУ — это как кот в мешке. Производитель может положить туда сколько угодно мяса. Может, 70%, а может, и 30%. Правда, вы узнаете об этом только, когда откроете баночку. А вот ГОСТ — это гарантия. Но какая из гостовских тушенок самая мясная? Чтобы это узнать, мы купили 6 консервов разных производителей и отдали на анализ в лабораторию «Ростест Москва». Массовая доля мяса и жира от массы нефтоконсервов должна составлять для говядины тушеной высшего сорта не менее 58%. Мясо должно быть кусочками массы в основном не менее 30 грамм без грубой соединительной ткани, без лимфатических узлов, без крупных кровеносных сосудов. Итоги анализов нас удивили. Только одна банка из шести соответствует ГОСТу. Во всех образцах из пяти, которые не соответствуют по внешнему виду, есть включение грубой соединительной ткани. Соединительная ткань — это пленки, сухожилия и хрящи. Стоимость хрящей и сухожилий в пять раз ниже стоимости мяса. Но в одном образце даже хрящей и сухожилий оказалось меньше, чем положено. Образец торговой марки «Дон ГОСТа», изготовитель ООО «Мир консервов». В нем массовая доля мяса и жира составила 46,8%. Этот образец не соответствует ГОСТу. Говядина на семейный бюджет, ямское подворье, консерва Еленского и Скопинского комбинатов тоже не прошли испытания. Мяса там оказалось достаточно. Однако, по мнению экспертов, это не мясо, а скорее жилы, хрящи и фарш. В образце ООО «Еленский пищевой комбинат» мясо, кусочки даже представлены в виде фаршообразного такого сырья, сильно измельченного. Тушенка Гепар, производитель вязьмы мясопродукт, полностью соответствует ГОСТу. В ней 60% мяса. И это именно говядина, а не хрящи и сухожилия. Самые качественные консервы едят космонавты. Они проводят на орбите иногда по полгода, поэтому без запаса еды не обойтись. Мы применяем только натуральные продукты, никаких БАДов, никаких улучшителей. Закрепители, стабилизаторы и так далее, синтетических тем более. Мы не применяем это. Поселок Измайловский Московской области. Здесь находится завод, на котором делают космическую еду. Ну вот, это знаменитая туба. Действительно, в первых полетах космонавты получали продукты в тубах. К примеру, для Юрия Алексеевича Гагарина было приготовлено 9 продуктов в тубах. Это первое, второе, обеденные блюда в тубах и соки в тубе. Но нас ждал сюрприз. Оказывается, так называемые тубы для космонавтов – прошлый век. Сейчас они берут с собой на орбиту консервы вот в таких баночках. Они выглядят почти так же, как и те, что стоят на прилавках магазинов. Главное отличие – цена. Суточный рацион для космонавтов в пределах 18-20 тысяч на одного человека в сутки. 300 рублей. Столько стоит баночка космического паштета. Но на прилавках супермаркетов тоже есть паштеты за 300 и даже за 500 рублей. Какой паштет больше всего похож на космический? Ответить на этот вопрос может только человек, который завтракал, обедал и ужинал на орбите. Покупаем пять разных паштетов из утиной и гусиной печени. Французский за 150 рублей, второй за 45 рублей от Еленского пищевого комбината и паштет от главпродукта по такой же цене. Четвертый за 23 рубля от компании «Хамифудс». И последний, самый бюджетный вариант – всего за 14 рублей от компании «Русском». Относим все Александру Александрову. Александр Павлович Александров – летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Совершил два космических полета. В 1987 году пробыл на орбите 160 суток. Мы приготовили для Александра Павловича четыре вазочки с разными паштетами. Он не знает, сколько какой стоит. Задача проста – выбрать тот, который больше всего похож на космический. Первый самый дорогой паштет из Франции, по мнению Александрова, не похож на тот, который едят на орбите. Паштетами от Еленского комбината, от компании «Русском» и от фирмы «Главпродукт» Александров тоже не стал бы питаться в невесомости. А вот паштет из гусиной печени от компании «Хамифудс», по мнению космонавта, больше всего похож на космический. «Мне что-то мне нравится. Это больше похоже на весной паштет». Паштета надо выбирать не по цене. Для того, чтобы найти самый вкусный, почитайте, что написано на этикетке. Помните, на первом месте в составе паштета всегда стоит основной ингредиент, например, печень. В хорошем паштете не должно быть никаких красителей и консервантов. У него большой срок годности и без них. Если упаковка прозрачная, посмотрите на цвет паштета. Он должен быть однородным, сероватым оттенком. Если продукт ярко-розовый, в нем присутствуют красители. КОНЕЦ Напомним, в начале фильма мы кормили медвежонка сгущенкой. Тоша с удовольствием съел содержимое четырех тарелочек, а от пятой отказался. Чтобы понять, в чем дело, мы показали банки экспертам. Оказалось, что в сгущенном молоке, который не понравилось Тоши, есть растительные жиры. Чтобы сэкономить, производители кладут в сгущенку растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы. Получается не сгущенное молоко, а продукт, немного похожий на него. В настоящем сгущенном молоке должны быть только молоко и сахар. Это по закону. Но любой закон можно обойти. Производители называют свой продукт сгущенка, варенка или сгущеночка. И совершенно спокойно кладут в баночку все, что душе угодно. Ведь такой товар не попадает под техрегламент на молочную продукцию. Если вы хотите купить настоящую сгущенку из молока, ищите на этикетке надпись «Молоко сгущенное цельное» и цифру 76 на крышке. Это ассортиментный номер настоящего сгущенного молока. Для того, чтобы купить качественные консервы, не надо просвечивать банки рентгеном. Просто запомните несколько советов. Перед покупкой тушенки постучите по крышке банки. Вот так. Глухой звук – первый повод насторожиться. Значит, в банке много воздуха и, соответственно, вредных бактерий. Внимательно осмотрите саму банку. На ней не должно быть ржавчины, потемнений и вмятин. Посмотрите, какая буква стоит на банке консервов. А, М или Р. Помните, она должна соответствовать названию продукта на банке. Если на консервах стоит, к примеру, буква Р, то есть рыбные, а внутри лежит мясо, значит, перед вами подделка. Перед покупкой консервированного горошка посмотрите на дату производства. Помните, самый вкусный горошек сделан летом, а продукт, распасованный зимой, осенью или весной, делают из сухого гороха. Если вы хотите купить настоящую сгущенку из молока, ищите на этикетке надпись «Молоко сгущенное цельное» и цифру 76 на крышке. Это ассортиментный номер настоящего сгущенного молока. Эти советы помогут вам отличить натуральную жесть от вкусных консервов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин